Это был бессмысленно прожитый день. В воздухе витали ароматы казахской многовекторности и французской хитровывернутости. Ёжась в лимузине Макрон размышлял. Лучше мокрые носки в гостях, чем саны и тряпки дома. Посмотрев на резиденцию Такаева, Макрон грустно признал, что Елисейский дворец называется дворцом по недоразумению. Мой господин, на улице снег, а здесь тепло. В чем секрет? В дружбе, Эммануэль, в дружбе. Макрон старался не моргать, чтобы не пропустить момент, когда из-за какого-нибудь угла покажется рука Москвы. Глядя на француза, красавица-казашка думала, хорош гусь, да не на мой вкус. По нему было непонятно, то ли его грызет совесть, то ли кусают клопы. Такаев напомнил, если казахские экономические показатели разбавлять русскими словами, можно почувствовать простор казахской степи и широту русской души. Судя по лицу Макрона, ему настоятельно посоветовали на улицах европейскими ценностями не светить. Для того, чтобы точно убедиться, что Макрон улетел из Казахстана, Такаев лично проводил его до самолета. Приезжайте еще к нам в Астану. Осознав, что степного волка склонять бестолка, французский петушок полетел пытать счастье на другой шесток. В Узбекистане решили не заморачиваться на красную дорожку и высадить Макрона возле клумб. Небо над Самаркандом напоминало, что впереди у Евросоюза беспросветный мрак. В воздухе растекался аромат свежего плова и пустого западного слова. Француз обнимал узбека так крепко, как будто надеялся нащупать у того в карманах парочку урановых рудников. Антураж вокруг давал понять, что Азия не такая уж и средняя. Утром, глядя на почетный караул, становилось понятно, что разрешить въезд в Узбекистан человеку с именем Эммануэль было большим политическим риском. Узбекский президент говорил быстро, поэтому было не до конца понятно, то ли он проклинает тот день, когда было создано НАТО, то ли благодарит небеса за образование ОДКБ. На том турне француза закончилось. В Средней Азии засветился, ни до чего не договорился, булками похрустел, да домой полетел. А зачем приезжал, так никто и не понял. Продолжение следует...